Друзья, сейчас у нас на связи известная телеведущая, журналист Мэтр, уже можно сказать, нашего отечественного телевидения, Айгуль Мукей. Айгульчка, доброе утро! Доброе утро! С праздником, с днём столицы! Завтра будет день столицы, сегодня предпраздничный день, настроение как? Как вообще утро бодрое? Спасибо большое! Во-первых, спасибо, очень рада находиться в вашем эфире, слушать от таких актрис прекрасных и ведущих, как Гульнара Дусматова, как вы, Даниэр, что я Мэтр. Спасибо большое, очень приятно. Можно я расскажу одну историю в связи с вашим эфиром? Мне вспомнилось. Сама я родом же из Целинограда, и когда-то вот в 90-е годы я переехала в Алмату. Переехала в Алмату и через короткое время стала вести вот такую же утреннюю программу, только на другом канале, на 31-м, она называлась «Доброе утро, Алматы». И, в общем, я ввела, провела эту программу, вышла с эфира в прямом эфире, потом спрашиваю, говорю, ну как? У коллег спрашиваю, как я была? Нормально, все хорошо было? Они говорят, Бибинор Тинельбаева, она сейчас работает в Казанформе, она говорит, все было хорошо, но только при чем тут акмолинцы? А как-то я все время говорила, доброе утро, Алматы и дорогие акмолинцы. И смотрела в корень, ты молодец. Это вот что называется двух городов. В общем, сейчас уже не перепутаешь, сейчас я уже четко, уверенно говорю, Нур-Султан. Вот, сейчас Нур-Султан меняется буквально каждые полгода, на самом деле так и происходит, то есть я прилетаю раз в полгода, и каждый раз что-то новое появляется. А как вы столичные-то с этим справляете? А мы к твоему приезду готовимся. А, вот так вот, хорошо. Чтобы удивлять Батербаева каждые там полгода. На самом деле, правда же так, что в столице у нас каждый раз что-то, вот какое-то новое здание появляется, новый дом появляется, постоянно вот это вот ощущение, что буквально месяц по этой улице не ездишь, проезжаешь и что-то появляется. Как вы с этим вообще живете? Как справляетесь? Потому что каждый раз что-то новое. Да, радуется, господи, что там такого? Да, радуемся, радуемся. И сегодня тоже проезжала рано утром и видела, что строятся красивые здания. Не только, как это называется, дома, как они называются, микрорайоны, микрорайоны, но еще и красивые здания, которые украшают город. Ну, в общем, ну, мне кажется, за компетенцируем нашего города, что каждый день, кто хорошее, расцветает, что не может не радовать. А вот у меня такой вопрос. А по Алма-Ате скучаешь? По Алма-Ате? Конечно. То есть любой алмачинец, уезжая, все равно скучает. Но, знаете, я сама себя утешаю и говорю, ой, да там пробки, ой, да ладно, да не поеду. Просто все потому, что очень сильно хочется, но некогда уже с детьми не поедешь и так просто так как-то не походишь. Но по Алма-Ате очень скучаю. Любимые места в Алма-Ате какие были? Там, где жила, работала, до Стех, Ленин, там Альфа-Араби, Калинина, Банбай-Батыр. Ну, в общем, вот все, весь город. Старый центр, новая площадь. Айгулечка, расскажи о своих планах, какие проекты сейчас, чем живешь, чем горишь, что происходит сейчас в твоей жизни? Очень много всего интересного. Я работаю в большой аптечной сети, в Герафарме. Там я работаю как пиар-директор, но вместе с тем очень много творчества здесь тоже. Преподаю в университете, мои студенты заканчивают в этом году обучение, моя мастерская. Хотя именно на их обучение попала от данных декретных отпусков, я прям как мать-героин. Поэтому я решила, что обязательно в сентябре должна выйти и закончить их курсы, а проводить. Моя мастерская заканчивает обучение. Ну, и еще много различных проектов. И в виду программы, и в интернете работаю, и в социальных сетях. В общем, жизнь кипит. Ну, здорово. Ну что ж, поздравления, Айгульчка. Поздравьте казахстанцев с Днем столицы, нурсултанцев с Днем столицы. Да, конечно же, не только нурсултанцев, всех казахстанцев. Спасибо большое, что вот эти первые поздравления, они звучат почему-то у меня в Алматинской студии. И с вами, с коренными алматинцами. Вот как-то, если бы представлять образ коренного алматинца, то это была бы обязательно гульнара и обязательно футунияр. Вот вы прям натуральное алматинское, на мой взгляд. Ой, спасибо, как приятно. Ну что ж, спасибо большое, хорошего дня. Окей, я буду нурсултанка, я такая есть, я здесь родила, живу всю жизнь. Поэтому давайте беречь и Алматы, и нашу Астану, и вообще весь Казахстан. Беречь, любить, с любовью относиться к нашей родине. Ой, как красиво. Все, ничего не добавить. Спасибо огромное. С праздником тебе, Чёрт. Хорошего дня, с праздником. Спасибо большое. Спасибо.